всем приветики и я сейчас такое нашла но мне кажется этим просто вот просто необходимо поделиться разбиралась у себя в старинном таком ну как старинном блокнотик у меня еще из москвы и в этом блокнотике есть такой кармашек сзади да я туда бумажки всякие складываю я сейчас решила разобраться искала одну бумажку и в общем что я нашла и это просто нечто и этим надо поделиться скажу сразу забегая вперед что когда написали сети листики я еще не знала что я беременна что что у нас будет адриан и что вообще мы едем в америку то есть у меня были какие-то наметки ну то есть я очень же хотела в америку да и у меня на стене там висели да всякие фотографии с америкой что я прям вот бредила ей и показываю выбор значит стоял ну как обычно у всех у нас наверное да между флоридой и крифорнии и посмотрим что на самом деле мне очень смешно вот это вот вот где это где это остаток да у меня ты же и оставалась понимаете в общем и такая вот бумажка и здесь написано сколько значит зарплата в час по флориде и по калифорнии то есть у меня знаете такие были прям хорошие планы что в калифорнии платят прямо изначально 15 это все обман платят 12 вот но я такая знаете на позитиве видимо было да во флориде 10 в калифорнии 15 видите они здесь тоже работает они не бездельница как вам кажется да вот но и я говорю просто мы еще не знали какое-то писалось вообще даже когда и фамилия вот я значит тут так это самое все посчитала посчитала и значит вот и того во флориде вы зарабатывали три тысячи калифорнии 4 200 дальше идут расходы да расходы значит во флориде тысячу садик там 500 стоит с чего я это взяла я вообще не знаю на еду у меня по 700 долларов заложен ну с этим хоть как-то бензин 300 но это я явно наверное рассчитывала на одну машину телефон и интернет 200 ну тут кстати да тут можно так сказать если телефон не в кредите просто тарифные планы плюс интернет туда в 200 можно вложиться то есть понимаете жилье я здесь закладывала 1500 так что мы живем еще не это самое экономим на жилье и вот у меня тут и того и у меня еще остаток был да вы понимаете все у меня прекрасно еще и деньги оставали я смотрю мне реально смешно такие листики они немножко помяты и я их сохраню дальше я их уберу и забуду про них опять на какое-то время чтобы спустя не знаю еще может быть тройку лет тоже залезть и посмотреть вообще как как что поменялось какие цены вообще изменится вот этого там почасовая оплата или нет потому что судя по спа тем суммам ну как бы за работа за час я же все брала с форума как он называется блин я забыла я забыла в общем там истории люди все свои выкладывают иммиграции и я всю информацию брала я читала там и вот смотрите да ну вот уже три года мы здесь значит как минимум этим записям три с половиной года может быть даже четыре года и по сути я вам скажу ничего не поменялось до жилье я думаю столько же стоит зарплаты такие же так что америка стабильная страна и тут у меня расходы видите я тут визу писала сколько денег нужно авиабилеты москва нью-йорк нью-йорк сан-диего и цены такие хорошие замечательные прям вообще отель сан-диего да мы не хотели напрягать знакомых ему вот на 7 дней я смотрела не знаю где на пункт букинге наверное укинг . ком аренда автомобиля у меня тоже было на 7 дней заложено то есть вот у меня тут все расписано все затраты ну вот ну в принципе сейчас посмотреть конечно так забавно забавно все это вот и я их сохраню эти листики пусть лежат может спустя время еще заглянем в них вот не знаю почему захотелось с вами поделиться потому что наверное цены вот просто не меняется да спустя четыре года в принципе все остается точно таким же вот так вот всем пока пока